Приветствую, дорогой зритель! Безусловно, ты уже в курсе той новости, которая облетела весь интернет. Замминистра обороны Тимур Иванов был арестован за взятку в особо, в чрезвычайно невероятно громаднейшем размере. Однако, мог ли ты подозревать, что это далеко не единичный случай? Конечно, мог, ведь чиновникам доверять у нас не любят. Особенно тем, в чьих руках большая власть и доступ к несметным денжищам. Но что если мы скажем, что прямо сейчас, в разгар специальной операции, эти самые чиновники продолжают покупать яхты и люксовые иномарки? Это мы сегодня и обсудим. Почему лучше буханки фронту, чем яхта чиновника? Кто занимается покупкой автомобилей с креслами-массажерами за 12 миллионов и считает, что елка на Новый год за 50 лямов – это нормально? И почему, вероятнее всего, ситуацию поменять не получится? Но как все-таки можно вернуть государственный контроль? Всем привет, с вами новостная вырезка. Спасибо, что остаетесь с нами. А прежде чем мы начнем, настоятельно просим вас влепить лайк авансом этому видео и подписаться на наш канал. Тем самым вы помогаете нам распространять материал и оказываете нам большую поддержку, за что мы вам очень благодарны. Также не забывайте про наш телеграм-канал. Ну а мы начинаем. В Саратове назревает очередной скандал, который по итогам расследования может вылиться в уголовное разбирательство. Там чиновники для нужд МЧС купили некий катер, который, если приглядеться повнимательнее, больше напоминает какую-то яхту. На судне даже можно рыбачить, охотиться, в общем, проводить время с удовольствием. Сами же власти, конечно, все отрицают. Возможно ли в такой системе победить коррупцию? Корифеи от самарского руководства удивили общественной своей расточительностью. Они намерены приобрести катер Тирекс-40 для МЧС с томностью почти 37,5 миллионов рублей. Профессия спасателя, безусловно, является одной из самых благородных. И вместе с тем сотрудники ведомства славятся своей скромностью. Достаточно лишь взглянуть на любой репортаж с их участием. Но вот техническое задание к судну. Скромным при всем желании язык не повернется назвать. Внутренняя отделка, как следует из описания тендера, выполнена из дерева, сидение рулевого и диван из натуральной кожи. У поста управления необходимо наличие обеденной зоны, двух диванов и стола с электроприводом, который переоборудуется в спальное место. Военкор Сергей Чемеков назвал закупку очень показательной и максимально некрасивой. Его возмутил тот факт, что журналистам катер не показывают. Цитата. «Если внимательно изучить характеристики судна, то и неискушенному человеку моментально станет понятно, что они совершенно не соответствуют нуждам спасателей. Душ – обеденная зона, душ – санузел. Все это больше напоминает не катер для нужд МЧС, а своеобразную яхту для высокопоставленных чиновников или бизнесменов. Тем или иным образом аффилированных с властью, рассуждает специалист». По словам Чемекова, рационально было приобрести для МЧС более узкопрофильное судно, например «Мангуст». Он изначально заточен под нужды патрульно-спасательной службы. На него может быть установлена очень широкая номенклатура двигателей, навигационного и другого специализированного оборудования. Его уже используют и ФСБ, и морской флот, и даже МЧС. Его характеристики гораздо больше подходят под нужды МЧС. Даже водоизмещение у него другое. Да, он может быть дороже, но извините, если внутренняя отделка выполнена из дерева, то МЧС придется переоборудовать его изнутри, убирать то же дерево, ставить какие-то дополнительные спасательные технические средства. А значит, цена катера вырастет еще больше за счет дополнительных работ и закупки оборудования. Подчеркивает все тот же эксперт. И возникает абсолютно логичный вопрос, почему же чиновники так поступают? Особенно сейчас, когда Россия проводит специальную операцию. Когда рядовые граждане из собственного кармана скидывают деньги на покупку коптеров, эвакуационных машин и тех же буханок. Да, в нынешних экономических реалиях все это стоит недешево. Пока мы всей страной плетем камуфляжные сетки, собираем деньги на коптеры и буханки. Власти позволяют себе, на мой взгляд, подобного рода финансовый беспредел. Я не берусь рассуждать о том, что имело место хищение или растрата бюджетных средств, но профильные органы в любом случае должны обратить внимание на ситуацию. Подчеркнул Сергей Чемеков. Впрочем, сами власти при покупке судна руководствовались абсолютно другим, по крайней мере, в публичном поле. Оно необходимо для экстренного реагирования при проведении поисково-спасательных работ на отдаленных участках акватории реки Волги. Но показывать его категорически отказались. Замначальник облспаса по поисковой и аварийной спасательной работе Николай Селихов указал, что там установлено специализированное оборудование, доступ к которому ограничен. Однако и здесь объяснения высокопоставленного МЧС-овца прозвучали не столько неубедительно, сколько нелепо и даже жалко. Ведь дело в том, что ранее судно все же можно было лицезреть на одной из выставок в столице. Обзор на него сделал блогер Иван Бурцев. Его профиль – это тест-драйв транспортных средств. Он рассказывал, что на момент обзора катер стоил 28,08 миллионов рублей. А на сайте компании-производителя указано – на борту вам обеспечена комфортная рыбалка, охота и отдых. Так что спасательное ведомство Саратова получило катер двойного назначения. Если не людей спасать, то хотя бы на рыбалочку ездить можно будет. И пока саратовские власти размышляют над тем, как же поэлегантнее выйти из некрасивой истории. В области разгорелся скандал около коррупционной направленности. Как сообщила прокуратура, на протяжении шести лет местное правительство незаконно распространяло гранты для средств массовой информации через отделение Союза журналистов. За это время через него прошло порядка 165 миллионов рублей. Если считаете, что подобные махинации и яхты просто полная жесть, обязательно напишите комментарии под видео. Аналогичные эксцессы имели место и в Севастополе, городе федерального значения, который подвергается ударам со стороны государства У. Там служащий из госэкспертизы решил приобрести для служебного пользования французский люксовый автомобиль Ситроен за ни много ни мало 12 миллионов рублей. По крайней мере, именно такая сумма была указана в документации о закупке. Предполагалось, что за такие деньги салон должен был быть обтянут кожей. Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, а кресла должны непременно обогреваться и уметь делать даже массаж своим пассажирам. По итогу машину все же купили, но вот в ходе торгов ее стоимость обвалилась в два раза. Тем не менее, эпизод не остался без внимания сети-менеджера города Михаила Развожаева. Глава администрации отправил в отставку любителя дорогих и люксовых авто. В этой ситуации показательно то, что в прошлом году для чиновников закупили русских автомобилей на сумму 872 миллиона рублей. Статистику приводит поисково-аналитическая система по управлению тендерами «Тендерплан». В год начала специальной операции было проведено 807 таких тендеров на сумму около 1 миллиарда рублей. Эксперты говорят, что больше всего востребованы автомобили марок «Аурус», «Лада» и «УАЗ». Например, в конце прошлого года автопарк администрации «Чувашии» пополнили 12 автомобилей «Москвич-6». За них было уплачено почти 35 миллионов рублей. Однако можно ли назвать сумму справедливой, учитывая рост цен на автомобилей, которые сейчас наблюдаются в стране? Обязательно напишите свое мнение. Но на авто все не заканчивается. Роскошь любят в том числе и в Ставрополе. Даже не столько роскошь, сколько помпу и бессмысленное разбазаривание денег. Чиновники в год начала специальной операции решили приобрести на Новый год для горожан, часть которых защищала родину на передке – елку. Обязательным условием сомнительного приобретения было качество дерева. Оно должно было быть выше, чем в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В итоге власть имущим приглянулась 36-метровая ель за целых 50 миллионов рублей. Но глаз народа, собирающего помощь жителям Донбасса и бойцам на линии соприкосновения, оказался неожиданно и непривычно громким. Достиг даже чиновников, рассевшихся в теплых кабинетах. Да так, что от закупки отказались, а ставропольцы ясно дали понять руководителям региона, что, мол, не время шиковать и сорить деньгами. Впрочем, куда всем этим любителям до настоящего мастодонта, арестованного замминистра обороны Тимура Иванова. У, так сказать, люксового генерала, в списке собственности не только яхты, но и элитная недвижимость, и десятки шикарных автомобилей. И почему же ситуацию на корню поменять все-таки не получится? Адвокат Янис Юкша подчеркивает, что эксцессы с приобретением люксовых катеров и автомобилей далеко не первые, и, к сожалению, не последние. В свое время государственные закупки должны были приобрести более системный характер. Злоупотреблений должно было стать меньше. Их действительно стало меньше, но полностью они никуда не исчезли, потому что, как говорится, человек слаб, а за ним нужен контроль. И, к сожалению, каждому чиновнику полицейского не приставишь. И даже если бы это вдруг произошло, у нас не было бы никаких гарантий, что эти люди не вступили бы в преступный сговор, указывает член-корреспондент одного из новостных ресурсов. Он прямо заявил, что не верит в то, что подобные случаи можно задавить на корню, потому что, мол, всегда найдутся те, кто будет готов рискнуть, нарушить закон и купить для себя любимого автомобиль люксового класса. Это касается не только России. Во всем мире подобные вещи сплошь и рядом. Почему, например, ни одного европейского чиновника не выковырять из его кресла? Почему они пересаживаются из одного в другое? Потому что нравится, потому что это удобно, потому что сытно, тепло и уютно, иронизирует кандидат юридических наук. Он уверен, что еврочиновники привыкли к тому, что им подают машины, к тому, что их размещают в комфортабельных гостиницах, в которых есть все необходимое, ведь это очень приятно. Также профессор напомнил, что в свое время существовал орган, который назывался государственный контроль. Мой дед являлся одним из высоких должностных лиц в этом самом органе, и после конкретных проверок, в том числе за подписями моего деда, чиновники чувствовали себя очень некомфортно и имели бледные лица. Речь идет конкретно о тех, кто эти проверки не прошел, напоминает Янис Юкша. Законодательство в этом отношении было очень жестким. Проштрафившийся мог лишиться не только свободы, но и жизни. Резюмируя, спикер подчеркнул, что органы, которые занимаются проверками подобного рода, должны работать более эффективно. Ситуацию с коррупцией, злоупотреблением, полномочиями и растратами, нужно снижать до приемлемого уровня. Постоянно и системно бороться с огрехами чиновников. Ну а что думаете вы? Что с этим нужно делать? Как бороться? Какими методами и к чему нужно прибегнуть? Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, а также не забывайте ставить лайк этому видео и подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Спасибо вам за просмотр и всего хорошего!